итак ножны уже готовы практически осталось для них готовить подвес подвес я буду делать из кожи так называемый универсальный подвес я делал уже видеоролик с обзором таких ножен с таких с таким подвесом постараюсь дать вам ссылку у утра на поэтому предварительно рассказывать наверно ничего не буду вот те кто смотрели этот видеоролик понимают о чем идет речь ну а если кто не смотрел то в принципе в процессе изготовления думаю станет понятно что из себя представляет этот итак с чего я начну первое что нужно будет сделать это естественно перемычки перемычки которые пойдут вот вдоль вот этих вот следнее время я делаю укрепление перемычек на два отверстия с каждой стороны это для того чтобы они были устойчивы к перпендикулярным нагрузкам то есть когда осуществляется ношение горизонтальном положении тех нужен при усилии нас трагивания чтобы эти шлейки они держали нагрузку и так для того чтобы понять какие мне нужны будут вот эти шлейки нужно приблизительно померить расстояние вот это вот и прикинуть запасом что будет нормально подходить но здесь у меня ориентировочно 22 миллиметра зафиксирую пока я уже это мерил расстояние до того как включить видеокамеру и даже отрезал необходимой ширины ремешок из кожи что же дальше теперь я буду подгонять этот ремешок под нужно я показываю на этот момент потому что считаю что вопросы в принципе вызвать может именно он только как отрезать ровный ремешок на на вряд ли возникут какие-то вопросы берете линейку вот такую длинную металлическую кладете ее на кусок с кожей делайте разметку шариковой ручкой или там карандашом чем вам удобнее и канцелярским ножом отрезаете по этой линейке получается ровный ремешок и так как я это делаю я оставлю ремешок приблизительно в то место где планирую его установку и немного надавливаю его сверху по ливерсу затем я переворачиваю и на этом ремешке остаются отметки от этих ливерсов прямо по этим отметкам уже можно высекать отверстие скаю я отверстие с помощью вот такой вот высечки и так давайте посмотрим отверстие какого диаметра нам понадобится так как я для крепления вот этого всего хозяйства использую вот такие вот ременные стяжки она стоит из двух частей папа и мама то я что беру я беру примеряю вот эту стяжку она четко становится заподлицо всей вот этой вот истории и понимаю что принципе мне нужно отверстие по диаметру самого винтика замеряю это дело замеряю это дело и вижу 3 миллиметра выбираю вот здесь просечку с диаметром 3 миллиметра вот троечка вот эта просечка и по вот этим следам стараюсь разместить в центре отверстия этих следов высекают эти отверстия чтобы у пробовать на камеру конечно что-то делать совсем не буду поиграться со светом я не высекаю эти отверстия сразу я сначала примеряюсь для того чтобы попасть в центр видите она немного не в центре надо чуть чуть ниже левее еще раз примеримся вот теперь более-менее и уже по вот этому отпечатку сделать подходящее отверстие гораздо проще все примерились раз одно отверстие готово давайте теперь второе делать так ну вот у меня два отверстия есть будем мерять будем пробовать так ставлю две стяжки и смотрю ну соосно здесь это уже радует фиксирую с этой стороны так с одной стороны этот ремешок зафиксирован после чего я беру обворачиваю вот эти ножны для того чтобы не отмерять не даваться длительные вычисления длины этого ремешка я его подгоняю по месту я его обернул смотрю даю приблизительно прогиб приблизительно который меня бы устроил силу натяжения этого ремешка и таким же образом с этой стороны выравниваю это все сначала с этой стороны прижимаю опять клюверсом прижимаю хорошенько клюверсом и имея имея вот опять две отметки в этот раз я их еще раз лучше дополнительно вернее промечу ручку еще в центре этих отверстий поставлю точки потому что эти отпечатки они имеют свойства пропадать пару раз тонь тронешь поверхность этой кожи и четкость линии сбивается можно сделать отверстие кривыми и не соосными поэтому я уже проставлю точки ручкой ручка уже вряд ли куда-то у нас пропадет значит вот эту точку надо чуть подправить вот так делаем то же самое что в прошлый раз теперь нужно быть вот еще два отверстия буду пробовать устанавливать так раз два в принципе тоже попал я составлю винтики посмотрю насколько все это получилось приемлемо зацепилось значит для того чтобы с внутренней стороны шляпки не прокручивались я ставлю вот такую полоску кожи туда вот эту вот это для того чтобы при поджиме шляпы упирались в эту кожу и не прокручивались вот мы имеем то что нужно значит сейчас сейчас я отмечаю значит вот здесь где нужно отрезать приблизительно вот так вот раскручиваю это все отрезаю значит подрезаю уголки обрабатываю торцы и в принципе вот эта деталь уже абсолютно готова снимать то как делается 2 наверное большого смысла нет она делается точно так же поэтому я включусь тогда когда они уже обе будут готовы вот работа с перемычками завершена выглядит это всего таким вот образом вторая перемычка делась той же самой технологии последовательности здесь еще и первое стало это все вот так вот все держится очень надежно ничего не болтается теперь время собственно говоря сделать сам подвес для этого все необходимо нужно установить нож нужны и первую операцию которая провожу это замеряю какой длины кожаная полоска мне под этот подвес понадобится делаю это опытным путем без всяких расчетов беру вот такую синтетическую ленту 20 миллиметров шириной располагаю ее в нужных таким образом как предполагаю крепить подвес фиксирую и смотрю по размеру приблизительно доходила до конца значит вот зафиксировал теперь беру линейку измеряю то что получилось значит получилось 47 сантиметров нужно будет мне кожаная полоска длиной 47 сантиметров ее ширину приблизительно прикидываю в зависимости от ширины ручки смотрю сколько в этом месте ручка ну ручка идет 30 миллиметров ручка и 30 миллиметров но я думаю 30 миллиметров будет много будет громоздко это все смотреться если лента 20 вот таким вот образом она закрывает ручка где-то 25 наверное будет самый раз сейчас я сделаю кожаную полоску точно из такой же кожи с параметрами ширина 25 длина 47 вот и буду ее подгонять дальше значит как я обычно режу такие полосы ничего в этом сверхъестественного нет как вы уже понимаете беру для начала ширину отбиваю в нескольких точках по 25 миллиметров отмечаю здесь здесь и здесь далее беру 508 метровую линейку выставляю по ранее отмеченной меткам и дальше режу эту кожу беру обычный такой канцелярский нож и перезавлю полоску готова вот так это все дело выглядит когда полоска уже готова нужно сделать следующее нужно выставить ее по месту дело в том что наш не симметричная ручка идет с загибом поэтому подвес будет немного уходить в сторону под рукоятки нужно добиться чего-то чтобы три точки крепления подвеса в этой точке и вот в этих двух точках совпали в нужном направлении направлении нужно последовательность и были ровно относительно ножны вот так вот я выставил и карандашиком обычно я намечаю центр центр пересечения перпендикулярных шлей и продольного подвеса относительно ножа вот я отмечаю точку в которой буду крепить одну другую так проверяю еще раз визуально значит точка крепление наводится просто нажимом выпуклая часть сделает свое дело посмотрим значит вот сделала выпуклая часть осталось ее отцентровать по центру здесь просечка так здесь здесь какой нюанс есть стяжка будет стоять к низу шляпой кверху шурупом ножка шурупа диаметром 3 мм диаметр втулки в которую этот шурупчик вкручивается 4 мм поэтому на лицевой части там где есть отметки надо будет сделать отверстие по 3 мм а на задней части и на шлейках надо будет сделать отверстие по 4 мм чтобы это все было четко поэтому так я и делаю сначала я бью отверстие по 3 мм когда вот эти два отверстия готовы я что обычно делаю складываю будущий подвес пополам вот таким образом и отмечаю четко места с которыми эти точки эти отверстия совпадают на другой стороне потом по ним просекаю отверстие но уже другого диаметра уже 4 мм так отверстие готово проверим их соосность выравниваем ремень вот эти отверстия отверстие совпадают так теперь вот это место так далее опять совмещаю две половинки вместе вот здесь вот здесь надо сделать отверстие янтром 3 мм готово сейчас я зафиксирую вот этот и сделаю отметки вот на этих деталях вот этот винтик этот винтик вот готов он будет держать ножны чтобы тяжелая рукоять не перевешивала к низу так теперь когда у нас есть точка крепления на этих ножнах надо выровнять в нужном положении сам подвес и на шлейках отметить соответствующие места в которых в последующем надо будет сделать отверстие и тогда останется только закрутить стяжки зажимаю пальцами и ввожу ручку метки вот что получилось вот на шлейках есть метки по вот этим меткам надо будет сделать отверстие диаметром 4 мм для этого что нужно для этого в принципе нужно будет все снять я сейчас наверное это пока снимать не буду вряд ли это будет интересно то есть я снимаю подвес с этого винтика снимаю с одной стороны стяжки для того чтобы подлезть дыроколом все готово для того чтобы и проколы прокалывать здесь нужно отверстие диаметром 4 мм теперь нужно собрать все на место и приступить к установке стяжек и так собрал я все уже назад нужно практически готовы стяжки даже уже поставил осталось только закрутить значит вот этот кусочек кожи я сейчас покажу для чего нужен я его ставлю как раз под шляпы для того чтобы при затягивании эти шляпы не проворачивались и стяжки затягивались туго кроме того при затяжке эти шляпы могут повредить сам кайдекс посарапать его поэтому я ставлю вот такую вот полоску из кожи которая перекрывает сразу обе шляпы от этих стяжек вот что получилось все шлицы в одном направлении вдоль ножен на этой стороне тоже все шлицы вдоль ножен попробуем вот что получилось в принципе этими ножнами уже можно пользоваться и в таком состоянии но если будет стяжка они будут вести себя еще лучше будет более комфортнее будет подстраиваться под ширину ремня и это будет способствовать удобству использования этих ножен уже готовы отверстия под регулировку ремня думала если камера включена проделал их а потом смотрю значит не засняла ничего этого я думаю в этом ничего страшного нет эти отверстия выполняются точно так же как эти разметка сквозная с этой стороны отверстия 3 мм с этой стороны отверстия 4 мм теперь я подготовлю стяжку что мне надо сделать мне надо сделать вот такую же стяжку которую я делал вот в это место вот здесь то есть с плоской шляпы срезать шляпу стандартной подтяжки покажу покажу еще раз чем они отличаются вот стандартная шляпа вот плоская шляпа и потом закрыть ее с двух сторон кожаными шайбами пойду срежу подготовлю шайбы включусь покажу вам как это делать и так все готово значит вот еще одна срезанная шляпа у меня есть от стяжки вот она такая тоненькая и две кожаные шайбы в одной из которых я проделываю отверстие одену ее снизу вторую сверху все это склею и получится стяжка со шляпой закрытой кожаными шайбами которая не будет травмировать царапать каким-то образом рукоять сейчас покажу как это делается шайбы я заранее уже подготовил у меня готовые лежат поэтому именно поэтому я не показываю как это делается но тут ничего сложного просто надо иметь просечку по коже в данном случае я использую просечку на 16 миллиметров опытным путем вычислил вот такой вот оптимальный диаметр получается смысл такой вот одна снизу кожаная шайба вторая сверху промазывается все клеем склеивается вот и шляпа получается у втяжки мягкая ну сейчас я все это дело склею поставлю на нож и покажу уже итоговый результат так стяжка тоже готова заклеил я все это дело прокрасил торец сейчас фокус вот фокус вот на следующем образом вот это мягкой кожаной частью устанавливаем со стороны ножа с этой части закручиваем так как один слой кожи как вы видите слишком тонкий для того чтобы перекрыть длину резьбовой части этой стяжки надо будет еще положить кожаную шайбу проставочную шайбу я тоже сделал она из более толстой кожи с отверстием посередине 4 мм соберу все это вместе уже буду завершать это можно так нужно завершать уже Все готово, значит со стороны ножа шляпа закрыта кожей, тем более что эту стяжку можно переставить в другое отверстие регулировочное под ширину ремня, кожаная шляпа будет естественно перемещаться вместе с ней, царапать это все нож не будет, пользоваться этим удобно, попробуем померить нож ну вот, собственно говоря, комплект и закончен, вот так все это дело выглядит ах да, так, хозяин еще заказывал вот эти ножны ремешок для крепления на бедро, сейчас я его сделаю вот, и в собранном состоянии уже установленном на бедро, покажу как это все вместе, наверное, будет работать ну что, наконец-то я могу показать итоговый результат того, что получилось с этими ножнами, с капельцами демонстрирую, значит выглядит вот так, если с разных сторон сейчас постараюсь этот нож извлечь, извлекается он свободно, постановка ножна тоже нормальная, в любом хвате в принципе все удобно, результатом я остался доволен, остается надеяться на то, что клиент тоже останется доволен этим результатом хотя я считаю, что в принципе жаловаться не нашли, вот такая вот работа была проделана с этим ножом с этим ножном впереди заточка, но я думаю, что это будет материалом для следующего сюжета, потому что все вместе это объединить будет практически невозможно вряд ли кто-то смотрит такое видео, видно до конца, вот, поэтому этот сюжет я, наверное, буду заканчивать спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и поэтому каи-чаи каи-чаи а а DAY Продолжение следует...